Также ZekPython поддерживает методы. Методы — это, по сути, такие атрибуты внутри уже созданного экземпляра, которые на самом деле являются функциями и чаще всего делают что-нибудь полезное. Рассмотрим, например, списков и, допустим, метод sort. Если бы мы создали список 2, 3, 1, и затем мы запустили у нашего экземпляра, у нашего, так сказать, инстанса x метод sort, мы бы могли убедиться в том, что после этого x на самом деле изменился, и теперь в нем элементы расположены по возрастанию. Правильнее всего использовать методы ровно тогда, когда мы хотим объект изменить или что-нибудь о нем узнать. Далеко за примерами ходить не надо. Посмотрим на те же самые списки. У списков также есть метод append. Метод append дописывает элемент, который мы передаем аргументам, в конец списка. И после этого было бы несложно убедиться в том, что наш список x действительно будет равен 1, 2, 3, 4. А метод pop, в свою очередь, является методом, который не просто объект меняет, но еще и позволяет нам что-то о нем узнать. Потому что метод pop, он убирает последний элемент списка и его возвращает. Таким образом, раз метод является атрибутом экземпляра, и при этом поведение самого метода не сильно меняется от экземпляра к экземпляру внутри всех экземпляров одного класса, логичнее всего описывать методы было бы именно внутри классов. Именно таким механизмом пользуется язык Python. Давайте посмотрим пример. Вернемся к нашему классу counter. Здесь мы у него опишем конструктор, и здесь мы у него опишем два метода. Метод increment будет увеличивать значение нашего счетчика на 1, а метод reset будет обнулять наш счетчик. Теперь давайте вызовем конструктор нашего класса и попробуем вызвать метод inc. Вот здесь мы вызываем конструктор класса, создаем экземпляр класса counter, экземпляр x, и здесь мы вызываем у него метод inc. Самым правильным вопросом, который было бы сейчас спросить, а как мы вообще нашли имя inc в namespace нашего экземпляра? Ведь в namespace нашего экземпляра было только имя count, которое мы создали внутри конструктора. Правильным ответом является тот механизм, которым интерпретатор пытается найти атрибуты внутри экземпляра. Он сначала ищет в namespace самого экземпляра, а затем пытается найти этот атрибут в namespace класса. Давайте покажем, что было у нас в оперативной памяти на момент исполнения метода x inc. Когда мы определяли класс, у нас создался объект для нашего класса counter, и в его namespace у нас были имена init, имя inc и имя reset. Затем мы создали сам объект x, у которого класс counter. Когда мы вызывали конструктор, мы заранее установили атрибут нашего x count, равным 0. То есть где-то в namespace нашего x у нас есть имя count, которое изначально равно 0. Когда мы вызываем x inc, чтобы понять, что же ему нужно исполнить, интерпретатор сначала пытается найти имя inc внутри namespace экземпляра x. То есть он задался вопросом, где же находится inc. Сначала он посмотрел в namespace нашего экземпляра, однако там оказалось только имя count, поэтому он пошел дальше и начал смотреть в namespace класса. Когда интерпретатор в процессе поиска имени доходит до самого класса, и если это имя внутри класса является при этом еще и функцией, он считает, что это самое имя для нашего экземпляра является методом. И по аналогии с конструктором, когда мы вызываем метод, мы поставляем себя в качестве первого аргумента функции. Таким образом, когда мы вызываем x inc, мы на самом деле вызываем функцию counter inc, и подставляем x в качестве аргумента self. При этом таким образом мы на самом деле увеличиваем атрибут count нашего экземпляра x на единичку. То есть когда мы запустим x inc, и после этого увидим на экран x count, мы увидим, что на самом деле это теперь единичка. Важно понимать, что вызов метода абсолютно эквивалентен вызову функции, если бы мы передали внутрь тогда тот же самый объект. То есть наш вот этот вот вызов x inc, он абсолютно эквивалентен вызову вот такой функции. То есть мы знаем, что у нас внутри namespace, то есть внутри класса counter находится функция inc, мы можем к ней обратиться просто через точку и передать x внутрь первым аргументом. При этом этот вызов абсолютно эквивалентен вызову x inc. Давайте теперь исполним наш код до конца. Здесь бы мы вывели двойку, потому что вызов этой функции делает абсолютно то же самое, что и вызов нашего метода, увеличивая значение счетчика на 1. А здесь бы мы сбросили наш счетчик, потому что это ровно то, что делает наш метод. И тогда таким образом здесь мы бы вывели 0. Единственная тонкость и деталь, которая осталась, а что же такое x inc? Как мы сказали, любому атрибуту и имени внутри namespace экземпляра должен соответствовать какой-то объект. Так какой это объект? Это так называемый связанный метод. Или bound method. Связанный метод и в языке Python такие специальные объекты. Мы сначала находим функцию, которая соответствует наш x inc, а затем связываем ее с объектом. Таким образом мы сначала найдем функцию counter inc и свяжем ее с объектом x. Таким образом, когда мы вызовем x inc, этот вызов будет абсолютно эквивалентен вызову функции counter inc, собственно, с первым переданным аргументом x. и с первым переданным аргументом x. Таким образом нам нужно запросить этот агумент. здесь есть ингредиция, Значит, мы делаем это партнер, и обрабатываем эту форму. Продолжение следует...